Приветствую вас и совет моей коллеги, безусловно, очень хороший, идейный, но он носит практический характер, то есть характер, скорее, предметного плана. Я схожу предложить вам рассмотреть ситуацию с точки зрения психологической, по большей степени. Итак, вы пишете, что ваш мужчина вам не доверяет, говорит о том, что вы тратите деньги, хотя вы тратите их только на самое необходимое, а он при этом аргументирует свою позицию тем, кто стремится заработать на квартиру. По сути дела, ваш мужчина вам не доверяет. И тут возникает вот такой момент. Вы покупаете то, что нужно. Мужчина не желает относиться к этим тратам, которые вы делаете, уважительно. То есть он считает, что вы занимаетесь транжирством, транжируете средства. Он не считает вашу позицию достойной, самостоятельной и убеждающей. Это значит, что он не уважает вас. Он не уважает ваши отношения к тому, что вы делаете, к вашему общему хозяйству и так далее. Отсутствие уважения с его стороны может свидетельствовать и об отсутствующих живостях. И вот здесь давайте мы, наверное, немножечко разберемся. Смотрите, какая ситуация возникает. Если данное отсутствие доверия возникло после какого-нибудь происшествия, после какого-нибудь обстоятельства, то это, безусловно, одно. В таком случае имеет место нерешенный конфликт, остаточное от него явление и недостаточное понимание, недостаточная ясность этого конфликта. И побудили вашего мужчину относиться к вам именно так. В таком случае вам нужно подумать, что именно справа скрывало такое его отношение и, по сути дела, постараться конфликт до конца решить. Тогда мужчина, возможно, перестанет к вам так относиться и вновь к вам повернуть. Если же такое отношение началось не в результате какого-либо конфликта, а само по себе, то есть постепенно, постепенно мужчина начал предъявлять вам претензии, основанные на обвинениях в пустых странах, то это может свидетельствовать только вот о чём. Значит, у вашего гражданского супруга прошли к вам чувства. То есть раньше чувства какие-то были и всё было хорошо. А потом эти чувства начали угасать, и вместо них начало приходить естественное отношение. Отношения прагмастичные, отношения бытовые, так сказать. И обычно, если после влюблённости, после страсти приходит понимание, уважение, возможно, благодарность человеку за то, что он рядом, то в случае с вашим супругом, у него пришло в большей степени такое, знаете, хозяйственное бытовое понимание и сугубо экономичное отношение к вам. И в этом случае, если это действительно так, то мужчина будет стремиться к тому, чтобы вы не тратили вообще ничего лишнего, но лишнего, по его мнению. Дело в том, что хозяйство двоих людей, общее хозяйство, оно на то и общее, что им занимаются два человека. И общий бюджет, он на то и общее, что его тратят два человека на себя обоих. Так вот, проблема заключается в том, что мужчина считает, что вы этого делать не должны. Это означает, что он стремится вас подчинить, подчинить себе. Это означает, что он пытается указать вам ваше место, по его мнению, и показать, что только он определяет, на что можно брать деньги, а на что нет. Нет, пусть он купит на квартиру, хорошо, пусть он купит на квартиру. Но это не значит, что вы должны ходить, там, не знаю, без средств гигиены, без одежды и так далее. Свою женщину, любящую мужчину, всегда будет стараться баловать, всегда будет стараться как-то ей угощать и так далее. И уж точно не будет оказываться в том, что она просто у него. А если речь идет о необходимых каких-то моментах, то и тем более вопрос даже не будет вставать. И возникает тогда вопрос, почему мужчина так себя ведет? Вы вот только один. Он недостаточно сильно вас любит. И квартира нужна ему, а не вам. Вам обоих, как вас. Квартира нужна ему для того, чтобы чувствовать самому себя, полноценно реализовавшимся и так далее. Но при этом он не думает о вас, поэтому он не думает о том, что нужна вам. Вам, может быть, и квартира так особо-то не нужна. То есть, конечно, нужна, но не так сильно, как ему. А он свои интересы, получается, ставит выше ваших. Вот отсюда и делаем несложный вывод. Если человек ставит интересы свои, превыше ваши, так и он искренне к вам относится. Так ли он любит вас? К сожалению, ответ на этот вопрос будет скорее отрицательным, чем положительным. Потому что при любви интересы другого человека, любимого человека, учитываются и стоят на первом месте. И это означает, что мужчина будет вам доверять месяц тогда, когда вы полностью ему подчинитесь. Полностью будете делать только то, что говорит он вам. А свои интересы перестанете защищать. Но даже в этом случае мужчина все равно будет чем-то вечно недоволен. Потому что, по сути дела, доверие такого человека, как ваш мужчина, назовем вас на меня. Потому что его в привычном понимании нет. Мужчина не хочет, чтобы вы тратили деньги на то, что он считает не нужным. И аргументирует это как раз таки тем, что он вам не доверяет. В действительности доверие здесь не участвует. Доверие выступает здесь всего лишь как аргумент. Аргумент для того, чтобы на вас надавить, чтобы вы не тратили деньги так, как он считает неправильно. Поэтому вы не можете вернуть то, что изначально не нарушало. Вы можете постараться донести до мужчины, что ваши интересы тоже должны учитываться. И либо он вас услышит и будет это делать. Либо он вас не услышит и вы останетесь перед выбором. Принимать такое его поведение по отношению к себе. Или перестать терпеть и уйти. Потому что о любви людей, к сожалению, не идет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго. Продолжение следует.